Мы здесь нашли огромные пуговизные палочки, в сравнении с рукой. Дети их утром поглощают. Одной палочки хватает, чтобы наесться. Да, Аня, да? Аня, конечно, задорно справляется со своими мелкими палочками, но я сегодня дала ей такую, смотрю, она тоже не унывает. Кирюха макает в остатки молока, шарики с молоком кушала. Так что долгоиграющие палочки, без ничего, кстати, без сахара. Отличные палки. Всем привет! На улице моросит дождик, а мы идем в магазин, потому что я вчера забыла купить огурцы. Поэтому по собственной забывчивости пришлось идти на улицу. Ну, сказать, что дождь моросит, он не моросит. Это такое, по-моему, это извечное состояние здесь. Такая мелкая какая-то взвесь в воздухе летает. Как такового дождя нет. Детей собрали и пошли прогуляемся, заодно воздухом подышим. В квартире у нас тепло достаточно. Мы сильно отопление не выкручиваем, держим на троечке. Вообще пять единичек. Зал мы вообще пока не отапливаем, потому что это не жилое помещение у нас сейчас. Когда оно станет жилым, неясно. Вот, поэтому еды у нас наготовлено. Сейчас пойдем скупимся, приедем, пообедаем. Потом положу детей спать. Если мне повезет, они поспят. Будем ужин готовить. Папу встречать. В общем, обычные серые будни. Спокойные, монотонные. Однообразные. Но нам это нравится. Вот здесь Кирюшка. Привет! Вот мой помощник. Он любит тачечку возить. И мы направляемся в Алдик. За огурчиками, водичкой и прочей снедью. Расскажи, что ты ешь? Бурочку с сыром. И как? Нормальное. Нормальное, нормальное или нормальное вкусное? Нормальное вкусное еще. Даже вкусное? Угу. А обедать будешь? Хотела рассказать насчет доставок в Германию. Здесь как-то все печально с доставками. А вот с икеей то, что мой шкаф... Ну, это уже известная история. Заказали мы полочку. Ну, правда, тоже с икеей. Но здесь уже как бы ДНР несколько. Нас прокинуло. Написали, что доставка в пятницу. В пятницу мы ждем полочку. Ждем ее весь день. Доставка до 9 вечера. И полочки. При том, что мы заказали с оплатой на дому. Потому что, ну, как бы уже не один раз у нас было такое, что оплачивали. Потом уже деньги не возвращали. Вот это на счет не возвращалось. Оно все. То мы заказываем с оплатой на дому. Естественно, надо находиться дома для этого. И что вы думаете? В пятницу полочку никто не привез. Никаких писем не приходило. Ничего они не говорили. На субботу у нас была намечена стрижка. Ну, и как бы домашние дела всякие. Поэтому ждать мы их дома не смогли. И они привезли нам полочку в самое удобное время. В 11.30. Когда, естественно, все дома в субботу. Ну, где-то я шучу. Нас дома, естественно, не было. Мы были на стрижке. Ездили в магазин. Ходили по своим делам. Ее отправили, ну, посылку, если вот такая с оплатой. Ее или оставляют соседям. Ну, так как у нас с оплатой, то нам пришлось... Они отправили ее... Да? Понятно. Наверное, это острая булочка. И они отправили ее на почту. Посылка объемная осталась вчера. Ну, в субботу, естественно, мы ее забрать не смогли. Они оставили нам уведомление, что они отправили ее на почту. Посылка объемная. И вот ее пришлось тянуть с почты на своем горбу Стасу. И вот в чем вопрос, есть ли какая-то... Управа на эти доставки, надо звонить, жаловаться. Ну, а толку жаловаться? Все равно ему пришлось доставлять его, эту полку на себе забирать. И выхода от другого нет. Какими другими путями доставлять нужные тебе вещи. Просто, что вот это немецкая обязательность или точность. Ни хрена нету этой точности, необязательности. Ничего нет. Скорее, ну, не знаю, может быть, оно только нам везет так с этими посылками. Что вот только нам так доставляют. Уж не знаю. Но почти каждая доставка сопровождается. Либо они пишут, что доставят... А, или вот кресло Анина мы заказывали. И написали, что доставят его 25-го числа. Вот, в итоге доставили 20-го, да. Мы его даже не ожидали. Ну, с этим, в принципе, можно смириться. Смотрите, какая прикольная книжка. Вообще супер. Называется «Веселая ферма». Вот, здесь просто вот такие страницы. Вот, всякие разные странички. Чуть-чуть покажу. Страничек разных. Вот, и идут наклейки. Тоже разные наклейки. И ты делаешь свою ферму. Склеишь, декорируешь ее. Всяких там лошадей, тракторы размещаешь. Будем с Кирюхой заниматься такой прелестью. Не знаю, как Кирюша. Мне понравится. Ну, хотя он сам выбрал себе эту книжку. Я думаю, ему тоже должно понравиться. А кто это у нас за столом, как взрослый, сидит? Ногами болтыхает. Кто? Кто взрослая девочка? Аня? Какое на маму, если тут мороженое? На, ты ей подавай, потому что у меня ей только лицо вымазывает. Вкусно, Аня? Вкусно? Не волнуйтесь, это наш кот. Какая-то смятельная. Чуку. Где? Привет.